А теперь к новостям сферы образования. 35-й Мурманский судоремонтный завод и школа номер 10 в Апатитах подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта инженерные классы судостроительного профиля. Уже с 1 сентября он будет реализован на базе Апатитского учебного заведения, а также еще двух в Мурманске и Зато Александровск. Поддержат образовательную инициативу также индустриальные партнеры, профильные предприятия Мурманска и ВУЗы, Санкт-Петербургский государственный и морской технический университет и наше МГТУ. С чего начинается большое плавание и как учеников выпускных классов будут погружать в тонкости судостроения, расскажет Юлия Астахова. Для старшеклассников 10-й школы этот год начнется по-особенному. Ребята, как и прежде, будут углубленно изучать математику, физику и информатику, но теперь вкупе с судостроением. Для новых общеразвивающих программ потребуется новое наполнение привычных кабинетов. Здесь, например, будет класс по оптике лазеров. Готово, в принципе, уже мебель, будем заниматься расстановкой и из того, что у нас имеется на сегодняшний день оборудование, будем его устанавливать. Специальное оборудование будет появляться постепенно для направлений морская робототехника и судомоделизм, технологическое предпринимательство, компьютерное моделирование и проектирование. Обучающая программа рассчитана на два года. Мы для чего это все затеваем? Во-первых, чтобы детей нацелить именно на инженерное образование в общем и на судостроительную отрасль в частности. Собственно говоря, чтобы, получив в рамках нашей школы и в рамках высшего учебного заведения, он пришел к нашему индустриальному партнеру или вообще работал в инженерной индустрии. Это большая ответственность у школы, у нашего города, потому что нужно еще создать определенную материально-техническую базу для того, чтобы ребята овладели навыками. Но хочу сказать, что кадры для этого учителя, преподавателей дополнительного образования у нас есть. Еще одно направление сотрудничества, которое подразумевает реализация проекта инженерный судостроительный класс, тесное взаимодействие с Апатитским домом детского творчества. Точнее, с объединением судомодельный спорт, воспитанники которого под руководством педагога Юлии Морозовой успешно выступают на конкурсах разного уровня. Надо посмотреть, какая будет рабочая учебная программа в образовательном учреждении, чтобы можно было в нее вклиниться и войти в те или иные модули. Будут применяться разные формы обучения. Тем более, что для учеников 10-й школы среднего звена, с 5 по 9 классы, тоже будут проводиться тематические мероприятия и факультативы в рамках ранней профориентации. Проект по подготовке будущих высококлассных инженеров, в том числе в судоходной отрасли, рассчитан на 7 лет и начнет воплощаться в жизнь уже в новом учебном году. Подать заявки для набора в профильный 10-й класс можно по телефону на экране.